Важный шаг на пути демократии. Новые возможности, которые станут реальностью после выборов сельских Акимов, активно обсуждают эксперты и лидеры общественного мнения. Они с охотой поделились своими мыслями с нашей съемочной группой. Буржан Атауф ныне заместитель председателя Облпрофсоюза, а когда-то сам был сельским Акимом. Поэтому о том, насколько важен процесс выбора, знает не понаслышке. Во-первых, считает эксперт, отныне Акимы станут еще ближе к народу, ведь избирать их будет непосредственно социум. Во-вторых, прямые выборы руководителя – это один из главных шагов для построения демократического государства. Также Буржан Атауф рассказал, каким, по его мнению, должен быть Аким. Я думаю, что больше Акимов должно быть из числа молодежи. При этом это должны быть люди, которые болеют душой за родной край, за свою страну. На селе, к слову, много важных и актуальных вопросов. Обеспечение водой, заготовка кормов, развитие бизнеса и многое другое. Аким должен быть в первую очередь инициативным, чтобы, во-первых, взаимодействовать со всеми жителями и с предпринимателями, а во-вторых, активно решать все поставленные задачи. Прямые выборы проходят очень своевременно и даже вопреки, отмечает руководитель Центра социсследований Западно-Казахстанского университета имени Мохамбета Утимисова Павел Добряев. Сейчас в стране, да и во всем мире бушуют пандемии коронавируса. Но существующий кризис ни в коем случае не должен касаться тех демократических шагов, которые делает Казахстан в последние 30 лет. Прямые выборы руководителей сел и сельских округов – это один из основных столпов демократии. И вот почему. У людей появилась еще одна реальная возможность показать, что им не безразлично все то, что вокруг них происходит, что им не все равно, кто и как ими руководит и управляет. И, конечно же, этой возможностью надо воспользоваться, но, повторяю, очень ответственно воспользоваться. Напомним, что одно из важнейших политических событий пройдет в это воскресенье. В нашем регионе за право руководить сельским округом в предвыборной гонке участвуют 82 кандидата. Алексей Кочемасов, Айбек Сагенгалиев, Алтенбек Кабделов, телеканал Акжаик.